Коллеги, добрый день. Добрый день, Искандер. Меня хорошо слышим, да? Да, слышим. Рахим Ошакбаев подключится через 15 минут по техническим моментам. Ему нужно будет немножко отойти по работе. Но он подключится в течение 15 минут. Соответственно, мы как раз-таки поставим выступление Рахима Ошакбаева самым последним для удобства, для наших спикеров, для нашей аудитории. Коллеги, большое спасибо за ваше участие. И это мероприятие мы проводим как серию дискуссий экспертных при поддержке представительства ИВПР, Центральной Азии и Казахстанского Совета международного отношения. У нас присутствуют эксперты с разных направлений, с ведущих аналитических центров, независимых, так и государственных. Также с нами наши партнеры из Бишкека, Наргиза Мурталиева. Очень приятно вас видеть. И, может быть, если мы можем начать как раз-таки с вас, Наргиза, вы расскажете как раз-таки про вашу организацию, и потом, после, я могу представить наших экспертов. Спасибо, Искандер, за слово. Дорогие коллеги, дорогие участники, во-первых, разрешите поблагодарить вас от лица Института по освещению войны и мира за то, что нашли время, за участие Искандер, также вас, за организацию и за готовность к сотрудничеству. Как представитель Института по освещению войны и мира разрешите подчеркнуть, что наша организация поддерживает региональный подход, также региональное сотрудничество. На постоянной основе мы, в том числе, в рамках аналитической платформы Кабарейжа, выпускаем аналитические статьи и исследования, как все вы знаете, по Центральной Азии. И проблема эффективности госуправления, она всегда стояла на повестке Дня наших стран, а пандемия, она еще больше актуализировала вопрос качества управления в условиях кризиса. Недавно мы провели аналогичную дискуссию на ту же самую тему в Узбекистане в онлайн-формате. В планах у нас также провести такое же мероприятие в Кыргызстане и в Таджикистане в онлайн-формате. И, надеюсь, сегодня мы, как минимум, сможем плодотворно обсудить проблемы госуправления, а также, выявив общие проблемы, в том числе, возможно, регионального характера, возможно, предложим экспертные рекомендации по минимизации последствий пандемии. Разрешите открыть дискуссию. Спасибо. Большое спасибо, Наргиз. Наша тема, как вы правильно отметили, это проблема эффективности государственного управления в Кыргызстане в условиях пандемии. И было правильно обозначено, что вообще в целом модернизация государственного управления была на повестке Дня очень долгое время. Почему? Потому что очень большая бюрократия, процесс принятия решений, все это как раз-таки долгое время обсуждалось, критиковалось, много было дебатов, дискуссий на разных уровнях по этому поводу. И в условиях пандемии, если честно сказать, то не только Казахстан или страны Центральной Азии, все страны, развивающие или развивающие страны, данная пандемия застала врасплох. И, соответственно, у многих появился вопрос, что делать дальше, то есть насколько продлится эта пандемия, если существует вопрос с понятием неопределенности, как двигаться дальше и когда она закончится. То есть в любом случае она закончится, и каким обществом или государством мы выйдем после нее, сильным или слабым, или в процессе транзита. Поэтому все эти вопросы мы хотим сегодня обсудить. Соответственно, у нас есть определенный регламент. Каждый спикер-эксперт выступает от 7 до 10 минут. После этого у нас будет сессия вопросов-ответов. Соответственно, для нашей аудитории, которая присоединилась, вы можете тоже задать свои вопросы, написав в чат или же включив ваше видео. и после этого мы можем как раз-таки задать вопрос нашим спикерам. И, если позволите, я бы хотел начать нашу дискуссию с Андреем Чебатревым. Это директор Центра актуальных исследований «Альтернатива». Благодарю, Искандар. Уважаемые коллеги, Казахстан до сих пор находится в эпицентре распространения пандемии. И продолжать предпринимать различные меры для противодействия этому процессу. Начну с того, что зимой этого года Казахстану удалось наиболее эффективно ограничить воздействие коронавируса и даже предотвратить его проникновение на территорию до 13 марта. То есть это уже само по себе является показателем того, что казахстанское руководство своевременно подприняло необходимые ограничительные меры, прежде всего медицинского характера, пограничного и так далее. Однако с 13 марта, когда появились первые факты заражения коронавирусом, сначала они носили внешний характер, то есть завозной, когда наши сограждане приезжали и возвращались в страну из разных стран, завозили эту болезнь. Но, к сожалению, потом началось распространение. На сегодняшний день достигло 18 тысяч, более 18 тысяч человек заразились в случае коронавируса. К сожалению, скончалось 134 человека на сегодняшний день, если не больше уже. Какие основные тенденции наблюдались? Во-первых, то, что Казахстану, конечно, пришлось, это вот первый такой опыт, впервые столкнулась наша страна с таким явлением, пережив многие кризисные процессы или социально-экономического, даже политического плана, но вот с эпидемией, пандемией столкнулись впервые. Конечно, пришлось принимать решения, что называется, на ходу. Где-то были сбои, особенно если мы берем медицинскую сферу, где сейчас вот критика со стороны населения, как пациентов, уже превосходит заметные объемы. И есть, видимо, за что критиковать. Не случайно вчера поменяли министра здравоохранения. Но если мы берем другие сферы деятельности, понятно, что очень сильно критическая вот эта ситуация задела экономику нашей страны, снизился уровень экономической, деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса, прежде всего. Сократились доходы населения, сократилось количество занятого населения. Нельзя сказать, что выросла безработица, ну, и что она незначительно тоже нельзя сказать. Но, тем не менее, какие-то имелись и положительные моменты, снизился рост показателей преступности по ряду направлений, например. Если мы берем статистику, которая показывает рост, то мы видим, что наибольший рост происходит в наших трех мегаполисах, это Новосултан, Алматы и Шинкент, ну, и также в некоторых регионах, в основном в южных регионах, то есть там, где большая плотность населения. Также распространение коронавируса способствуют такие факторы, как неблагополучная экологическая, санитарно-эпидемиологическая ситуация в разных регионах и мегаполисах. Ну, в основном, конечно, мы видели, что определенное снижение имело место во время чрезвычайного положения. Это была беспрецедентная в истории Суверина-Казахстана мера. Ее по-разному сейчас оценивают, но, на мой взгляд, это была важная, необходимая такая мера, чтобы предотвратить распространение, насколько могли власти это сделали. Но, к сожалению, очень многое зависит от ответственности, осознанности самих граждан. И, на мой взгляд, серьезным фактором распространения инфекции стали несоблюдение личной гигиены и нарушение всевозможных карантинных мер, допущение, скажем так, общения, нарушение социальной дистанции. И, к сожалению, мы видим, что снятие ЧП, наоборот, как бы привело к росту, к еще большему росту. Хотя карантинные меры и принимаются, но не настолько, чтобы пока сбить. Но если мы берем, я не берусь судить о медицинских данных, потому что не являюсь экспертом в этой сфере, но если мы берем официальную статистику по экономике, по социальной сфере, то, конечно, то, что государство мобилизовало всевозможные собственные ресурсы, мобилизовало заинтересованные институты гражданского общества, что мы видим на деятельности волонтеров от различных организаций, в том числе и политических партий. Это действительно достаточно эффективные меры были. Если мы берем экономику, социальную сферу, государство как может помогать населению, то, что вот были выделены по 42 тысячи тенге, хоть и минимальная помощь, но все же помощь. То, что там по банковским вопросам были решены некоторые моменты по снижению процентов кредита и отсрочек. Конечно, кто-то говорит, что это полумеры, но в любом случае, когда вот такая ситуация происходит, то все-таки, я думаю, для тех людей, которые оказались особенно подвержены к кризису, это серьезное подспорье. В рамках дорожной карты занятости статистика показывает, что растут все-таки количество рабочих мест. Другое дело, что это не во всех регионах идет, но тем не менее, это тоже серьезная поддержка. Ну, в целом, конечно, по-разному можно оценивать наше госуправление. Кто-то изначально говорил, что оно слабое, с учетом того, что у нас происходит, еще и не завершен транзит президентской власти, но я вижу, что президент Касымжамар Такай, наоборот, усилил свои позиции, усилил президентскую вертикаль, хотя бы тем, что принял указ, который позволяет ему принимать оперативные решения в сфере экономики и в социальной сфере. Потом, в некоторый момент этого указа были узаконены в законодательстве по вопросам чрезвычайного положения. То есть, власть нельзя назвать ослабевшей, неподготовленной. Другое дело, что, как бы, может быть, нет действительно четко выверенной стратегии, потому что, например, ряд зарубежных стран, они имели определенные планы действий на период в случае эпидемии. Например, Франция такой план есть. Ну и они как-то так или иначе этот план использовали. У нас же пришлось, что называется, начинать с нуля. Тем не менее, наша страна использовала уже всевозможные меры и по государственным, и негосударственным механизмам. Я думаю, это очень хороший задел для того, чтобы подготовиться ко второй волне, ну и даже, в том числе, участие на ошибках. Хотя, конечно, вот сейчас то, что происходит в медицинской сфере, требует самого серьезного внимания. Но будем надеяться, что новое руководство Минздрава примет обекватные меры. Спасибо за внимание. Андрей Евгеньевич, большое спасибо за Ваши комментарии. Как раз таки правильно отметили, что все эта пандемия, все эти трудности, которые следовали после начала карантина, они прям совпали с процессом транзита власть в Казахстане. То есть политические реформы, новая администрация, и, соответственно, это как раз таки накладывает дополнительную нагрузку на государственное управление. Почему? Потому что все мы думали, как двигаться дальше, какие будут дальнейшие шаги государства, и вот в этих условиях, условиях падения цен на нефть, такой региональной нестабильности, геополитической нестабильности. Ковид, он таким, скажем, как, ну это уже как клише, но мы это можем обозначить как черный лебедь, то есть именно в наших условиях. И сколько черный лебедь будет летать в воздухе, пока неизвестно. Следующее слово я бы хотел предоставить Лоя Желудобальна это руководитель отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте ИРК. Можно, пожалуйста, звук ваш? Спасибо, Искандер. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех вас приветствовать. Конечно, самое главное хочу пожелать на всем здоровья. И я постараюсь осветить такие основные моменты, постараюсь вкратце. Я хотела бы обозначить возможные риски в социально-экономической сфере и те возможности, которые мы получаем несмотря на карантин, на коронавирус, на пандемию. Тем же не менее, это дает тоже, наверное, определенные шансы для улучшения. Первый риск, который возможен, это, конечно, Андрей Венч тоже отметил, это сектор МСБ, то есть мало-средний бизнес. Так как у нас был кризис именно малый и средний бизнес, он срабил достаточно большое количество работы силой, и это была такая массовая занятость, особенно в городах Алматы, на Султан, там процентов где-то 74 в Алмате, на Султане 66. Конечно, это сейчас достаточно большой, достаточно риск именно в секторе МСБ. А второй риск, который отмечают также международные эксперты, возможно, это коснется также нас, это, конечно, потери рабочих мест и, возможно, сокращение заработных плат. Но в нашем случае, наверное, это будет, скорее всего, может быть, снижением оплаты или сокращением рабочего дня. постсоветские конференции страны, они лучше показывают достаточно такую интересную. И, конечно, сейчас будет меняться сама структура рынка труда, и сейчас, конечно, на наши министерства труда, министерства экономики будет, конечно, большая работа именно по мониторию спроса на каких-то странах. Третье, возможный риск, это снижение потребительской активности. Конечно, многие эксперты предполагают, что она не будет снижена до нуля, но, тем не менее, в структуре именно потребительской активности изменения объекты торговли возможно будут где-то переходить на онлайн-формат и на сфер доставки. Ну и четвертое, это, наверное, в целом многие международные эксперты отречают, что, скорее всего, повысится недоверие инвесторов к развивающимся рынкам. Это возможно, может, коснуться также Казахстана, это тоже как бы риск в настоящее время. Но это такие, конечно, много рисков в социальной экономической сфере можно отречислять, но, тем не менее, я сейчас на такие первоочередные. Но, тем не менее, есть также определенные возможности, новые направления, которые мы можем использовать. первое, это, конечно, затронет сферу образования, науки, медицины, сфера оказания услуг, то есть это как бы развитие цитровой сферы. Сейчас это новая бизнес-модель, возможно, возможно, изменение формата даже. Второе, это, конечно, самая дистанционная форма работы, она меняет подход к организации работы, даже в государственной сфере, тоже как бы влияет шансов и возможностей для улучшения. Третье, это шанс, наверное, все-таки сейчас в рамках пандемии все-таки есть международная такая изоляция. Соответственно, каждая страна пытается своим путем решать вопросы пандемии, социально-экономические последствия и политические последствия. Но тем не менее, во многих странах будет упор риторики на самодостаточность, на определенные ресурсы внутренние. Возможно, страна будет брать путь на импортозамещение. Сейчас, наверное, будет упор сделан на внутренние ресурсы и экономику. Ну и четвертое, это, конечно, практика многих стран показывает сейчас. Самый главный упор в развитии, динамичное развитие сферы здравоохранения, образования и науки. Сейчас многие мониторные сферы показывают, что сейчас очень повысилась доверие, поддержка этих сфер и специалистов, которые работают в этой сфере. Я как бы здесь, в рамках нашей темы эффективного госуправления. Я хотела бы отметить, что сейчас также отмечено, что система госуправления тоже меняется, она должна видоизменяться с рисками и возможностями. Но, тем не менее, сейчас эксперты отмечают три главных, наверное, три главных, наверное, больших таких основ эффективного госуправления. Это, в первую очередь, доверие, доверие вообще госсистем государственного управления между гражданами, между обществом и населением и государством. Второе, это технологии и третье, это прозрачность. То есть, самое первое, что отмечают сейчас эксперты, это доверие. Сейчас, на данный момент, доверие к институтам, в том числе и государственным институтам, это будет проигольным. Именно от этого уровня доверия, наверное, ситуация дальше. То есть, насколько эффективны будут меры. И я здесь, хотя бы, конечно, подразумеваться, что буквально на неделе Международный Валютный Фонд опубликовал достаточно свой пежеквартальный обзор финансов и развития, и он был посвящен различным темам, но сквозь призму именно COVID-19, и там очень-очень достаточно очень интересный академический материал, и статьи можно обновлять. И там сейчас на данный момент эксперты отмечают вот такой набор принципов, которые сейчас нам нужны для сферы управления. Это, наверное, первое, это то, что они отмечают, это надежность, то есть все решения, как бы, те веры, которые принимаем мы, они должны быть основными доверия и надежны. А второе, это многоуровни управления. Сейчас в большей степени, наверное, нужно больше дать свободы, больше дать полномочий именно на низовом уровне, то есть на местах, тогда будет больше инвестиций. Третье, это то, что сейчас это отличает также, это на сфере госуправления, это расширение возможностей для самоорганизации. Сейчас ряд сообществ, ряд групп, они будут самоорганизованы, и предлагать свои меры именно по улучшению ситуации и ориентированности. То есть это тоже тренд. Четвертое, это, конечно, фактор будет информирования, насколько система самогосуправления будет сетично информировать и достаточно четко. То есть это тоже большой принцип, который сейчас идет в тренде мемного управления. И, конечно, пятое, это превентивидность. Сейчас вся система госуправления, она должна как бы работать во всех сферах, то есть недопустимой системы нормы. То есть сейчас модель, наверное, система госуправления, она будет обогоняем. изменяться, модернизироваться, будут другие ценности, другие нормы, но я считаю, что все-таки, наверное, краеугольным будет ценность доверия. Сейчас, на данный момент, в обществе доверие, это будет основным таким фактором и взаимоотношениях государства, и населения, и вообще принимаемые решения. Это вот вкратце то, что я хотела бы поделить взаимодействие между государственными структурами и обществом. Вы говорите о транспарентности, тоже очень важное направление. Почему? Потому что люди должны знать и примерно понимать, куда движется государство, идеология, технические аспекты. Поэтому здесь дискуссий, дебатов будет очень много и правильно необходимо, мне кажется, вырвать правила взаимодействия, новые правила взаимодействия между государством, услуг и обществом, потому что общество тоже у нас очень быстро меняется. вы также как раз-таки подчеркнули очень важный момент, это цифровизация. И касательно цифровизации я бы хотел слово передать нашему следующему спикеру, это Гаухар Нургалиева, руководитель лаборатории евразийских исследований Института исследований развивающихся рынков при Московской школе управления Сколково. Гаухар, вам слово. Можно, пожалуйста, на звук? Коллеги, добрый день. Скандер, спасибо большое и спасибо Институту и Казахстанскому Совету международных отношений за организацию этого мероприятия. Сема действительно актуальна ввиду всех событий, которые мы наблюдаем за, по сути, этот год. Я выбрала тему цифровизации для сегодняшнего доклада, поскольку мы все видим, как поменялась наша жизнь и как технологии помогают нам преодолевать те вызовы, с которыми мы все столкнулись. Что касается Казахстана, хотел бы отметить несколько моментов. В частности, вот я беру цифры ООН, что Казахстан находится по развитию электронного правительства за 2018 год, цифры занимают 39 место из 190-30 стран. При этом, для сравнения, если мы берем регион, Россия на 32 месте, Беларусь 38, то есть понятно, что чем ниже, тем лучше. Третий, получается, уже идет Казахстан, потом Молдова 69, Азербайджан 70, Узбекистан 81, Украина 82, Армения 87, Кыргызстан 91. Безусловно, потрясающие результаты для развивающейся страны, как наша. При этом, есть определенные моменты, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, требуют неотложного внимания. Мы уже даже не берем за основу ту ситуацию, которая случилась у школьников, которые должны были учиться онлайн, были перегружены все сервера, были перегружены, естественно, все люди, которые задействованы, были в работе всех систем при этом. Несмотря на данные успехи, есть огромное поле для деятельности. Но поскольку сегодняшняя тема посвящена именно государственному управлению, я бы хотела отметить программу «Цифровой Казахстан», которую мы берем за 2018-2022 год, и в которой перечислены все задачи. Я уверена, все коллеги в курсе программы знают ее задачи, тем не менее, для слушателей наших я просто их перечислю, если вы не подражаете. Значит, цифровизация промышленности, электроэнергетики, то есть задачи программы, цифровизация транспорта, логистики, цифровизация сельского хозяйства, развитие электронной торговли, развитие финансовых технологий, безналичных платежей, государства гражданам, государства бизнесу, цифровизация внутренней деятельности государственных органов, умные города, расширение покрытий сетей связи и инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в сфере информационной технологии, повышение цифровой грамотности в среднем, техническом, профессиональном, высшем образовании, повышение цифровой грамотности населения, подготовка и подготовка, поддержка площадок инновационного развития, развития технологического предпринимательства, стартап-культуры, привлечения венчурованного финансирования и формирования спроса на инновации. То есть, как мы понимаем, это такая программа, которая стремится, естественно, объять все аспекты экономики, объять необъятное в некоторой степени, но в целях сегодняшней дискуссии я хочу сконцентрироваться на трех пунктах, а именно пункт 6 – государство для граждан, 7 – государство бизнесу и 8 – цифровизация внутридеятельности государственных органов. И чуть-чуть, наверное, все-таки мы коснемся общего осведомленности нашего населения и способности работы с цифровыми источниками, которые предлагают, ресурсами, которые предлагает государство. Поэтому давайте я перечислю те проблемы, которые мы наблюдаем и которые коронакризис обнажил более чем очевидно. Если до этого это было люди уже говорили о том, что действительно нам есть над чем работать, то этот кризис показал, что работа предстоит большая и неотложная. Кроме того, что президент Токаев говорил, что существует необходимость создания единой системы мониторинга по эффективности программы, безусловно, есть такая потребность. Просто на этом этапе мы наблюдаем, что недостаточно специалистов, даже тех, которые могли бы в самих контролирующих органов ставить те задачи, а затем проверять на соответствии исполнения тех работ, которые были заявлены. Итак, какие проблемы мы наблюдаем? Проблемы, прежде всего, технического характера, связанные с ростом объема данных и нагрузок из-за увеличения запросов во время кризиса. Ну вот мы сейчас, а все с вами онлайн, понятно, что не каждый, в некоторых городах просто системы не позволяют такой большой трафик. Сайты зависают, сложности в навигации и пользовании с сайтами госуслуг, серверы перегружены, необходимы собственных облаковых хранилищ, а также существует необходимость подготовки соответствующей инфраструктуры и сервисов. Теперь, смотрите, отсутствие кадров, как мы уже говорили, опять же, необходимо подготавливать свои собственные кадры. Это отвечает, опять же, заявленной теме о цифровом суверенитете, что говорится, что те программы, которые мы покупаем, как правительство, тех сотрудников, которых мы привлекаем, необходимо развивать свои собственные кадры. Низкая осведомленность населения. Несмотря на то, что 80% госуслуг были оказаны онлайн, по крайней мере, так заявлено в статистике, мы наблюдаем, что существует действительно такой вот пробел. Это, собственно, следующий пункт, цифровое неравенство в регионах, в больших городах. Это действительно большая проблема, потому что есть очень хорошие две цитаты, на которые можно ссылаться, наверное. Первое – это, что если человек разбирается с технологией, то технологии хорошо работают для всех. Второе, которое я руководствуюсь, это то, что если человек имеет цифровую грамотность, то разобраться в услугах госпортала, в принципе, ему будет легче, чем если у него не было априория цифровой грамотности, базовой цифровой грамотности, если мы здесь говорим об этом. Опять же, если мы говорим о восьмом пункте, который я указывала ранее, то есть идет очень медленная цифровизация в сферах, в которых подвержена коррупция, именно государственные, внутри государственные процессы. Тому, кстати, свидетельство мы… Я прочитала доклад, который был сделан в Сенате в середине, 18 июня, полагаю, точная дата об исполнении бюджета за 2019 год. И там были пункты о том, что измеряется сейчас эффективность исполнения, естественно, определенных бюджетных затрат. Так, теперь недостаточно и неразвитых собственных IT-решений. Госполитика цифровизации сфокусирована, опять же, на всей экономике, я вам перечислила ранее, и только три пункта касаются того, что делает само государство для обеспечения, скажем так, технологичным обслуживанием населения, бизнеса и своих собственных процессов. Всего три из семнадцати. Так, цифровизация… Вот, кстати, большая проблема, которая присуща странам именно нашего региона. Цифровизация реализуется сверху вниз. То есть, без анализа того, что нужно гражданам и бизнесу, а вот наоборот. То есть, сверху идет указ, вместо того, чтобы понять, какие потребности существуют у бизнеса. И здесь, кстати, возникает необходимость, естественно, образования не только подготовки кадров, но и создания фокус-групп на той или иной отрасли, или по тому или иному из семнадцати пунктов программы «Цифровой Казахстан». По сути, вот я перечислила все проблемы, какие решения мы предлагаем. Ну, естественно, да, я буду рада сегодня обсудить с коллегами те решения, которые каждый из вас видит по тем проблемам, которые я озвучила сейчас. Но в целом, для начала, естественно, это обеспеченный доступ к интернету всему населению, чтобы избавиться от цифрового неравенства, которое мы наблюдаем сейчас. Ну и повышение IT-грамотности населения. Это, безусловно, необходимо не только для школьников, студентов, учителей, но и даже взрослых граждан, которые могли бы и должны пользоваться услугами. И, кстати, есть такое правило, которыми руководствуются в развитых странах, в частности, Великобритании, что если услуга может быть исполнена онлайн, она должна быть представлена только в онлайн. То есть ясно, что мы сейчас еще не на таком этапе, но к этому необходимо стремиться. Вот, поэтому я вот перечисла. И решение, конечно, которое мы предлагаем, кроме того, что, да, развитие грамотности, что называется, интернет-ковередж, то есть обеспечение доступа к интернету. И все заинтересованные лица должны быть вовлечены в разработку госполитики по цифровизации. О чем этот пункт? Собственно, фокус группов. То есть мы говорим, когда о цифровизации всех 17 пунктов, вся экономика, по сути, и все услуги государственных и больших взаимодействий между участниками рынка, мы наблюдаем, что зачастую цифровые решения, которые принимаются, не учитывают очень много проблем, то есть вот снизу вверх. И в завершение, просто я вот процитирую, у нас, значит, председатель нашего института, изучение развивающихся рынков, наш институт присутствует в Москве, в Гонконге, в Хайдерабаде, и поддерживается компанией EY. И вот вице-председатель компании, который, по-моему, главный офис находится в Лондоне, значит, компанией EY, заявил следующее, что если раньше компания, такие консалтинговые компании, большой четверки, могли позволить себе нанимать финансистов, юристов и быть уверенными, что компетентные сотрудники справятся с задачами, которые приходят от клиентов, то сейчас основной набор идет от специалистов STEM, что называется, да, науки, технологии, инженерии, математики. Почему? Потому что все процессы цифровизируются, если люди не разбираются о том, как проходит процесс цифровизации и как необходимо настроить работу с учетом новых технологий, то, к сожалению, они не могут консультировать компанию. То же самое, я считаю, что применительно к государственным служащим, соответственно, необходима какая-то огромная переподготовка по цифровизации, кадровая, вот, и особенно, если мы говорим, я думаю, это одна из таких больших тем, которую коснется Ракима Шагбаев, это подготовка, такая же подготовка сотрудников национальных компаний, по сути, это огромная часть нашей экономики. На этом все. Спасибо, коллеги, за внимание. Открыто к вопросам. Да, Галхар, большое спасибо. У нас начали уже поступать вопросы как раз-таки по теме цифровизации. Я думаю, когда мы начнем, откроем сессию вопросов-ответов, мы как раз-таки направим эти вопросы вам. Вы очень важный момент затронули, это по поводу цифровой неравенции. Цифровой неравенции, она как раз-таки, ну, визуально было видно то, что те люди, которые могли или работали онлайн, они как бы не испытывали очень серьезных трудностей. То есть, даже этот имидж или вот эти видео, когда мы видим очень большое скопление людей на блокпостах, то есть, люди, которые привыкли работать физически на рынках общения, то есть, у них вот этот транзит, он произошел, то есть, людей не допускают к физическому труду. А те люди, которые работали в цифровом измерении, они уже могли спокойно дома работать у себя. То есть, умение использовать цифровые инструменты, он как раз-таки начинает превратить большую актуальность и трансформирует рынок труда. Мы говорим о цифровом тенге, да, то есть, и о других каких-то моментах. Все это актуализирует повестку дня. И по касательно нового формата перезагрузки государственного управления о новых трендах и возможностях и рисках, я бы хотел передать как раз-таки слово Рахиму Шакбаеву, директора Центра прикладных исследований ТАЛАП. Рахим, вам слово. Да, добрый день. Добрый день, коллеги. Я всех приветствую. Надеюсь, все благополучны. В здравии. И, безусловно, не очень хотелось бы говорить банальности, связанные с тем, что пандемия коронавируса, там, гигантский вызов для всего мира, и особенно для наших стран, в которых далеко не самые передовые, самые развитые и устойчивые, как политические институты, как экономика, так и система госуправления. Я свое выступление хотел сконцентрировать и заявил его, как есть ли окно возможности в Казахстане для модернизации государственного управления в настоящий момент. Очевидно, что госуправление в текущий момент не отвечает тем вызовам, даже без учета пандемии коронавируса. Непосредственно вот это распространение болезней взрывной и то, что мы в настоящий момент наблюдаем, они, мне кажется, еще более отчетливо показывают неготовность нашей системы. Но если вот брать, австрагируясь в первой части анализа от непосредственно пандемии коронавируса, то мы видим, что та система, которая госуправления в настоящий момент у нас есть, имеет ряд таких существенных ограничений, которые не позволяют дальше нам наворачивать, увеличивать эффективность. В первую очередь государственная служба становится все менее и менее привлекательной для действующих, состоявшихся профессионалов. Это связано как в целом с падением государственной службы, так и в первую очередь наверное с с тем, что как альтернативная возможность для трудоустройства и построения карьеры государственная служба в Казахстане в настоящий момент проигрывает всем любым другим опциям, которые есть для состоявшихся действующих профессионалов. Второе, это безусловно система рекрутинга, которая в настоящий момент есть. Она также не дает искомого эффекта привлечения искомого эффекта привлечения профессиональных состоявшихся людей. Второй момент безусловно связанный с системой стратегического планирования и в целом целеполаганием. Система однозначно слишком громоздкая, слишком имеет очень много этажей, много элементов и в конечном итоге это приводит к определенной расфокусировке. И сказать, какая ключевая цель или какие ключевые цели в госуправлении в настоящий момент ставятся, скорее всего, тяжело, потому что в реальности за экономический блок ключевая задача стоит в повышении вала внутреннего продукта. И когда мы видим отчеты правительства по итогам определенных отчетных периодов, мы видим, что показатель ВВП является доминирующим. Вместе с тем вот эта система метрик, которая заложена в системе государственного планирования, она не дает возможности давать оценку и ставить показатели более широко, более инклюзированно, более сбалансированно. И очень сильно система государственного планирования подводит именно избыточное количество документов и уровней. То есть, если мы берем базовый уровень, республиканский, то у нас есть стратегия 2050, стратегия 2025, которая составлена по принципу, на мой взгляд, за все хорошее, против всего плохого, но вместе с тем не является каким-то очень серьезным практичным документом, которым бы руководствовались действующие политические госуправленцы в своей деятельности. Соответственно, стратегические планы госорганов, они очень слабо привязаны к показателям эффективности, и ключевой документ, по которому можно судить о реальных приоритетах государственного управления, это бюджет, республиканский бюджет. Соответственно, несмотря на лет 10 попыток внедрения бюджета, ориентированного на результат, тем не менее, связь между бюджетными расходами и, соответственно, эффективностью, она очень низка. Далее, госпрограммы, государственные программы, которые у нас есть, они также имеют один очень большой изъян, связанный с тем, что у нас нет института оценки эффективности реализации этих государственных программ, они не проводятся на какой-то регулярной основе, и, как правило, присутствует конфликт интересов, связанных с тем, что администратор этой государственной программы, он проводит определенную самооценку, либо, максимум, может быть, институт экономических исследований при Министерстве национальной экономики, они носят закрытый характер, и в итоге мы наблюдаем, что из года в год может продолжаться реализация определенных государственных программ, которые не достигают даже ранее заявленных своих индикаторов. Одним из таких отчетливых примеров является дорожная карта бизнеса 2025. Предыдущая карта, она не исполнила три показателя из четырех заявленных индикаторов, тем не менее, она практически не сильно видоизменяясь с теми же инструментами, с теми же механизмами продолжила свое существование. Если мы дальше в системе государственного планирования опускаемся на уровень территории, то мы видим также документы, такие как меморандум между Аким и премьер-министром. Мы видим соответственно план развития территории, который тоже имеет избыточное количество индикаторов, ну, и подавляющая часть из них, соответственно, она наверное в реальном управлении в регионе востребована далеко не в первую очередь. Таким образом, у нас нет четкого фокуса, нет индикаторов, и здесь на мой взгляд очевидно, если вы не четко формулируете цель и не выставляете определенный индикатор, то вам очень тяжело эффективно реализовывать ваши стратегические документы. То есть, когда вы хотите попасть из точки А в точки Б, вы должны понимать, как вы измеряете соответствующие показатели. если этих измерений нет, нет оценки анализа эффективности, то, скорее всего, мы не продвинемся в этой сфере. И этот вывод можно подкрепить соответственно оценкой состояния в различных сферах, начиная со здравоохранения, начиная с образования. То есть, мы годами занимаемся реформами, мы годами тратим деньги на какую-то реализацию, но объективные оценки, куда мы продвинулись, ее как нет, и в итоге зачастую мы очень сильно топчемся на месте. Третий, безусловно, контур проблем с госуправлением, он политический, наверное, и связанный с тем, что базово, чтобы госуправление было эффективным, оно должно быть подотчетным. Подотчетным гражданам, в чьих интересах осуществляется это государственное управление, и ключевой базовый механизм подотчетности все-таки является электоральный. Соответственно, в нашей политической системе этих электоральных механизмов критически не хватает, то есть мы не выбираем ни районных акимов, ни акимов городов, очень слабо граждане как-то могут влиять на оценку эффективности и, соответственно, на кадровое назначение тех или иных министров в целом правительства, и таким образом неэффективные госуправленцы, они могут годами существовать на своей должности и не достигать результатов, и потом они благополучно уходят, прощаются, и, соответственно, никакого оценки, анализа, ответственности не происходит. это базовые вещи, наверное, и дальше отвечая на вопрос, есть ли у нас в настоящий момент окно возможностей для повышения эффективности госуправления. Есть дикая потребность, большая потребность, которая очень сильно сейчас усугубилась пандемия коронавируса, заявляются очень большие, масштабные, кардинальные реформы, но мы тот барьер, с которым мы сталкиваемся, связан с тем, что у нас не сформирована, нет критической массы новых, ну, такой новой генерации управленцев, плеяды управленцев, госуправленцев, которые бы могли прийти и реализовать заявленные реформы, или как минимум даже дизайнить эти реформы. И вот из нескольких последних документов, которые должны были бы ответить на те вызовы кризиса, мы видим, это, в первую очередь, план по восстановлению экономики, сейчас разрабатывает стратегический план развития до 2025 года. До этого было подписано очень много тоже документов на уровне совместных заявлений Национального банка, правительства, тем не менее, мы видим, что даже на уровне дизайна этих документов все остается практически тем же самым. То есть, все те инструменты, которые в настоящий момент для поддержки экономики есть, ничего нового из этих арсеналов нет, и серьезного повышения эффективности нет. Соответственно, даже если дизайн в определенной степени будет более продвинутым и отвечающим, наверное, тем вызовам, которые есть, международной практики какой-то лучшей, тем не менее, те управленцы, которых могли бы это реализовать, их окровенно я наблюдаю большой дефицит. И этот дефицит в том числе как с точки зрения компетенции, так с точки зрения определенного мандата, который бы эти управленцы имели для реализации этих вещей. поэтому я думаю, что без дальнейшей, наверное, какой-то модернизации, очень серьезной модернизации управленческого звена, у нас окна возможностей для повышения эффективности госуправления не появится. И в заключение хочу сказать, конечно, текущая ситуация, которая у нас есть с пандемией коронавируса, она критична и возможно она не находится на пике своей критичности, то есть худшее, наверное, впереди. К сожалению, мы рано вели карантин и, к сожалению, мы не смогли избежать, мы просто отложили его и, как сейчас показывает время, готовность к системе здравоохранения к реальному всплеску заболеваний она очень низкая. Я, к сожалению, сам тоже заболел коронавирусом, сейчас нахожусь на самоизоляции дома и поэтому сам также могу тестировать, наверное, нашу систему здравоохранения и вижу, что даже в столице, к сожалению, она ничем не может помочь, люди не могут сдать ни тесты, ни сделать компьютерную томографию, не получить, возможно, правильную диагностику и какое-то наблюдение. Если ситуация, конечно, будет дальше усугубляться, мне кажется, что у нас просматривается достаточно такой итальянский сценарий, связанный с дальнейшим большим ростом заболеваний. И вот эта небольшая, невысокая способность своевременно отреагировать, осознать и выработать правильную стратегию, даже вот здесь, в моменте, в этой критической ситуации, мне кажется, она очень показательно, характерно, говорит о текущем состоянии госуправления. Спасибо. Рахим Сякенович, большое спасибо. Здесь как раз-таки по этой тематике тоже задали вопрос нам, но если в целом, эта тема довольно интересная и обсуждался вопрос по поводу модернизации госуправления и раньше, очень много, вы как раз-таки тоже проводили исследования совместно с разными организациями, с E-MEP, с ERC, по поводу модернизации системы государственного управления и как раз-таки очень важный момент это то, что госуправление, то есть пункт люди прежде всего он должен стать основным, то есть ориентированно на сервис, сервисное госуправление. Здесь вопросом может быть всем спикерам можно задать, это касательно вот Фариза Бигжан задает вопрос о первой волне пандемии, с которой мы более-менее нормально справились и сейчас у нас возник вопрос как раз-таки по поводу обратной волны или вот всплеска заражения внутри Казахстана и мы видим очень большое количество переполненных больниц и вот то, что Рахим Сакинович он обозначил о как раз-таки нехватке инфраструктуры целой, капастит, да, инфраструктуры медицинских услуг в Казахстане и здесь возникает вопрос как двигаться дальше или в чем была проблема того, что произошел этот всплеск заражения в крупных городах это вот вопрос может быть всем спикерам и как это дальнейшее отразится на обществе и государстве в целом Андрей Евгеньевич пожалуйста я уже отметил уровень ответственности и системы здравоохранения которая допустила все то, что вот о чем Рахим сказал в части и уровень ответственности самих граждан потому что ну люди конечно их можно понять устали от пребывания в карантине несколько месяцев но как говорится получилось как из огня до полымя но еще есть ответственность о которой мало кто говорит это ответственность на мой взгляд нашей полиции то есть во время карантина они достаточно хорошо работали ну по крайней мере и в Алматы я мог наблюдать картину когда даже ко мне подходили спрашивали куда вы идете зачем идете сейчас расслабилось не только общество но и расслабилась полиция с них тоже наверное надо брать какую-то ответственность потому что во всех сообщениях передается что вот граждане которые будут нарушать карантин будут привлекаться к административной ответственности но однако кем они будут привлекаться если сейчас такой активности полиции раньше не было видно то есть реально да я согласен с этой мыслью что пандемия обнажила все проблемы которые у нас и так были в системах госуправления какие-то моменты даже выросли если мы берем Минздрав но это в то же время хороший стимул для того чтобы все начать большое спасибо Гаухар вот здесь вопрос он тоже довольно интересный хорошо то есть суббота воскресенье у нас такой ограниченный режим то есть более механизм сдерживания он увеличивается карантинные мира они возобновляются а в субботу воскресенье мы как бы увидим то что по постановлению можно ходить только в магазин и здесь вопрос в том что то есть может ли государство позволить себе второй такой жесткий карантин где они должны будут платить там 42 500 со стороны министерства соцтруда они заявили то что как в большой вероятности вот этой оплаты не будет и здесь вопрос же экономики тоже стоит на повестке дня то есть вопрос между экономикой и безопасностью людей то есть где найти вот эту золотую середину потому что нагрузка на экономический показатель страны тоже увеличивается вы знаете на эту тему у нас был была сессия вебинар совместно с международным финансовым центром Астана и Сколково мы его назвали антихрупкость Казахстан где мы показывали график что те страны которые взяли за основу безопасность здоровья сумели сдержать волну почему так получилось что я наблюдаю для сравнения ситуации в Казахстане и в России то как проходил карантин в двух этих странах то как проходит выход из карантина даже элементарно поэтому для чего необходим был карантин для того чтобы не перегружать медицинские учреждения соответственно во время карантина задача была медицинских учреждений подготовиться к этой волне вот и это то что происходило здесь закупалось огромное количество тестов я буквально сегодня ходила сдавала тест то есть лаборатория работает очень быстро все сделано достаточно так быстро потому что готовились во время карантина при том что карантин был не жесткий вопрос даже для сравнения в Казахстане открылись рестораны скажите пожалуйста вот Искандар вы на это ходили меню обычное меню в ресторане или как обычное ну как как всегда было до карантина в России открыли в Москве в частности я буду говорить за Москву исключительно поскольку здесь живу и работаю 16-го открыли террасы 23-го открыли рестораны заметьте мы уходим в ресторан постепенно потихонечку там нет меню обычного уже нельзя поскольку это safety hazard то есть это представляет собой определенный риск все меню QR-коды то есть каждый приходит с телефоном сканирует QR-код который на табличке открывается меню как вариант для некоторых которые не хотят возиться со своим телефоном QR-кодом распечатаны просто А4 меню на бумаге одноразовое то есть официант взял принял заказ саму и выбросил о чем это говорит что был подготовлен определенный протокол как рестораны будут открываться какими мерами какие меры должны соблюдаться местами общественного порядка общественным ресторанам торговый центр и так далее поэтому я наблюдаю что да действительно был жесткий карантин в Казахстане более того я не считаю что это вторая волна я считаю что это первая волна которую сейчас мы наблюдаем в Казахстане поскольку что случилось был жесткий карантин по сути просто отстрочили то что мы наблюдаем сейчас люди сидели дома ну и конечно если мы говорим о готовности не только мест общественного пользования самих ответственности граждан и так далее то что присуще всем странам протокол опять повторю того как выходить из карантина не был соответствующим образом готов даже на такой мелочи как мы сейчас выяснили как меню в ресторанах то есть сейчас на Западе набирают оборот что называется low contact иконами то есть когда нет контакта максимально необходимо развить это направление сейчас ну и последнее если мы говорим о том как медицинские учреждения подготовились или не подготовились конечно со стороны не будучи медикам можно рассуждать на эту тему но будущий экономист могу сказать что это опять вопросы финансирования вот в Америке я помню один из политиков говорил что если бы биологи зарабатывали столько сколько зарабатывают звезды баскетбола то возможно такой ситуации как сегодня не было бы поэтому в завершение да вот отвечая на вопрос что важнее безусловно жизни важнее просто как говорил наш уже бывший министр здравоохранения Казахстан развивающаяся страна и развивающие страны не могут себе позволить такие длительные карантины которые удержат экономику по сути сдерживают и так пострадавшую экономику поэтому естественно нужно выходить из карантина но важно очень четко во-первых подготовить во-вторых протокол выхода из карантина во-вторых обеспечить соблюдение этого протокола ну и в-третьих конечно опять же осведомленность населения вот большое спасибо Аллахерик но вопрос касательно также карантинных мер и здесь возникает вопрос то есть по поводу социальной ответственности да то есть общественной ответственности людей то есть что привнес карантин то есть как он формирует мышление формирует действие почему потому что это впервые люди за 30 лет в Казахстане узнали что даже слово с соприкосным словом карантин да то есть мы же в детстве никто не видел не слышал этого слова то есть и все равно на уровне сознания это как-то все равно влияет на людей и все вот эти миры экономические то есть где сокращается уровень заработка ограничения вводятся тоже создает определенное социальное напряжение вот мы если посмотреть на эти видео различные с центров занятости где большое количество людей стоит где 4,5 миллиона людей получали примерно 42,5 миллиона что это говорит о будущем то есть какие тренды нас ожидают в этом направлении в общественном поле на звук пожалуйста Аллаа Сергеевна можно на звук пожалуйста включить сейчас конечно на данный момент вот если вот три взять этапа то есть это был жесткий карантин потом мы его резко ослабили теперь сейчас снова такой карантин с ограниченными нервами и сейчас на данный момент конечно вот эта социальная ответственность социальные граждане она очень важна потому что вот я что наблюдаю во время жесткого карантина граждане вот я только сужу по городу у нас так люди очень достаточно жестко соблюдали этот карантин то есть это была практически не 100% но тем не менее люди соблюдали карантин да наверное вот это вот когда мы во всех направлениях начали вот это послабление сразу мне кажется нужно было послабление начинать постепенно постепенно и отсрочку наверное всех каких-то торговых центров даже спортивных центров можно было бы отложить чуть-чуть попозже и уже с другим регламентом я так думаю теперь сейчас что я наблюдаю я просто когда хожу даже в магазин по улице я наблюдаю что когда мы в мае этот карантин сняли ну как бы ЧП сняли здесь еще фактор сработал что у нас население часть населения у нас не вообще существования это тоже сыграло свои имена в этот момент что я заметила что в мае практически у нас в отношении масок в виде дистанции то есть это вот все эти меры санитарные мы практически соблюдали теперь сейчас мы получаем какой-то сейчас идет рост очень большой и особенно в обзии городах теперь я что наблюдаю за последнюю буквально неделю я наблюдаю у людей уже более такой сознательности отыскивать сейчас уже многие граждане просто даже гуляя на улице надевают маску ряд там в граждан в перчатках то есть соблюдают нормы конечно проблема у нас социально дистанцирован все равно мы в любом случае эту дистанцию не сохраняем я вот сколько наблюдаю и в магазинах и на остановке то есть у нас пока не будет сейчас на данный момент наверное вот это вот рост заболеваемости в том числе смертности наверное позволило гражданам посмотреть сейчас уже население уже понож сейчас на данный момент больше как бы ну в большей степени еще и это как бы от нас зависит от наших мер которые мы будем допустим те же санитарные нормы та же дистанция тот же карантин и я просто даже наблюдала прошлое когда воскресенье когда мы ввели ограничение на посещение сфер парков тем не менее у нас были население частично конечно но в основном люди старались спустя карантин сейчас наверное вы наверное скорее всего перейдем опять к каким-то ограничениям карантин потому что без этого никак без этого мы не сможем сейчас остановить рост который сейчас мы имеем и наверное здесь вот это вот фактор еще вот этих массовых мероприятий которые у нас есть проводить население это тоже наверное создало какой-то степени рост потому что все-таки факты проведения там ну по жести она имелась поэтому сейчас это тоже как-то нужно либо кардинально это запретить или это нужно как-то решать то есть сейчас к примеру опять мы перешли к созданию в Телеграме там мы создали 103 канал да там сейчас мы пытаемся это как-то в сферу цифровизации сделать алгоритм разработать для у кого легкой степени у кого средняя у кого тяжелая но опять-таки здесь нам научат хорошо информировать население сейчас алгоритм такой-то протокол такой-то действия такие-то вот когда понятно населению шаги конкретные первое второе третье четвертое в принципе население разберется мы даже это видели хорошо по 42-500 когда населению нужно было все такие пособия мы хорошо разобрались и в Каспийбанк и в платежах и в Телеграм-боге и везде соответственно здесь наверное скорее всего четко нужно проработать алгоритм шаги понятно объяснить что в какой ситуации было Алло Василика ну вот здесь вопрос от Антона Бугаенко тоже очень известный специалист по Китаю он задает вопрос касательно ваших высказываний тезисов по какой причине многие граждане не верили коронавирусу и касательно государственной политики разве это не провал информационной политики государства то есть почему люди не поверили то есть или же это ну я считаю что все-таки наверное не поверили это вот кстати я просто смотрела данные других стран то есть как бы это только специфично для к примеру для страна нет я смотрела то есть был сайт где проводились где все страны отправляли свои данные то есть там были мега данные по всем странам касательно ситуации связанных на вирусах там конечно вопрос был связан с калийгом с заболеваемостью я мониторила практически смотрела все ответы всех стран населения там вот наверное этот вот этот тренд не верим он практически существовал во всех странах доля была во всех странах просто доля то есть вот эта вот часть доли она была разная у всех у кого-то было меньше у кого-то больше но она практически во всех странах была И, наверное, это скорее всего, наверное, здесь, я так думаю, что скорее всего сыграли информационные технологии, вот в большей степени вот это вот различные, помните, когда все-таки вирус появился, это было очень много и видео, и разных предположений, и статьи, и теории заговора, то есть очень много было информации касательно вот этого вируса. Мне кажется, здесь, то есть вот это, даже распространение через WhatsApp, через рассылку, эта информация, мне кажется, она как будто бы стала именно в этой степени, как бы не веря в то, что это будет все. Сейчас я уже наблюдаю, что эта доля, ну, таким, определенным, как бы, таким объемом, она снижается. Сейчас даже по окружению друзей, знакомых, соседей, всего, я уже понимаю, что сейчас уже другое пошло. Рахим Сакенович, вам тоже вопросы задали касательно подписания меморандумов между центральными государственными органами и различными другими органами, да, министерствами, акиматами, то есть насколько это актуально вот в этих условиях, то есть и как нужно двигаться дальше, то есть вот эта бюрократия, она, насколько она затормаживает, да, в развитии нашего государственного аппарата? Ну, это в целом, наверное, достаточно такая безобидная бумажка, и она не сильно, наверное, стоит большого внимания. С другой стороны, мне кажется, она тоже очень характерна, что местные исполнительные органы подписывают меморандумы с правительством, но не подписывают меморандумы, условно, с населением. И не берут в каком-то другом формате коммитменты и обязательства перед этим населением. Вот, соответственно, отсюда, мне кажется, можно найти очередное раз подтверждение, что все-таки ключевым таким стейхолдером, бенефициаром, на кого ориентируют, могут ориентироваться местные исполнительные органы, это Нурсултан, Астана, правительство, администрация президента, ну, в меньшей степени, наверное, там граждане. И вот как раз вот этой зависимости, подотчетности местных исполнительных органов и самим гражданам, к населению, его нам критически не хватает в нашей политической степени. Спасибо. А вот сейчас как раз-таки мы говорили о междуэкономикой и безопасности людей. Где вот эта грань? Простой выбор. Непростой выбор, конечно. Для наших стран как мы даже действовали? Однозначного ответа нет. Это непростой выбор. Моя личная позиция в жизни, конечно, люди важнее, чем экономика. Экономические потери от введения, допустим, я вот написал, призвал ввести все-таки ограниченно на месяц, на два, второй раз жесткий карантин, в этот раз подготовиться гораздо лучше. Поскольку, если мы сейчас не приостановим распространение коронавируса и поступление новых больных, соответственно, смертность у нас будет выше, то есть мы будем терять больше людей. Что могло бы дать это время? Дополнительно еще одно время. Ну, наверное, можно было бы закупить тесты, можно было бы закупить оборудование, можно было бы попросить, наверное, какой-нибудь масштабной большой помощи у Китайской Народной Республики, чтобы они прислали врачей, эпидемиологов, оборудование, расходные материалы, какие-то свои протоколы и, соответственно, провели бы какое-то обучение. Потому что сейчас, вот на самом начале только роста зараженных... Критическая ошибка, из-за которой мы потеряем очень много людей, у нас не было обеспечено массовое тестирование. То есть логика карантина заключалась, наверное, в том, чтобы люди не заражали друг друга, с одной стороны. С другой стороны, мы должны проактивно были выявлять контактных зараженных для того, чтобы их изолировать, для того, чтобы они вовремя получали какой-то medical treatment. Этого не было сделано. И сейчас мы видим такой... Эти два месяца карантина, их эффективность была, ну, с точки зрения предотвращения, очень низкой. То есть мы отложили, но получили вот ту волну, которую мы боялись и оказались с ней все равно не готовы. А та же дороговизна ПРЦ, вот здесь вопросы как раз такие. Вот то, что ПРЦ, то есть провести так тестирование, оно стоит очень дорого. Ну, то есть не всем по карману, если взять семью. Меня сейчас слышно? Да, вас слышно, Искандер. Ага, хорошо. Дороговизна тестов, то есть по этому вопросу, как вы думаете? Рахимович, Сакинович. Искандер, прошу прощения, я не слышу. Коллеги, меня слышно? Кто-то со звуком. Только я один не слышу, да? Да, я слышу вас, Искандер. Ага, хорошо. Ну, а давайте как бы дальше продолжим тогда. Здесь вопросы касательно Гохарвам по поводу цифровизации. Здесь задают вопросы по поводу цифрового образования. Да, цифровизация, Искандер, у меня пропал звук, я не слышу. Поэтому можно передать, пожалуйста, слово другому спикеру. Все, хорошо, спасибо. Понял. Гохар, вам вопрос касательно как раз-таки цифровизации образования, сферы образования. То есть, этот вопрос, он довольно актуальный, сейчас на повестке дня стоит. И у нас выпускные проходят впервые в условиях онлайн. Онлайн дипломы дают. То есть, это дальнейший тренд, и как нужно с этим жить? Почему? Потому что, допустим, даже в Китае большие корпорации, как Tencent, Huawei, Alibaba, они все подключились к этому процессу, там, более 100 миллионов выпускников в этом году. И всем нужно как-то продавать уроки, курсы проводить, университет, когда начали в онлайн образование выходить. У нас, конечно, ресурсов поменьше, денег поменьше, но все равно, да? То есть, как мы должны конкурировать на этом рынке для того, чтобы избежать, как бы, более некачественного образования. Знаете, опять же, если мы говорим про школьное образование, университеты, здесь, ну, разная аудитория. И, в частности, для примера стран региона, Центральной Азии, и в частности, Казахстана, в первую очередь, безусловно, это не сколько даже цифровизация образования, сколько цифровое неравенство. Потому что те же самые школы, областные школы и школы в столице или в Алма-Ате имеют совершенно разные ресурсы, совершенно разную подготовку учителей, которые могли бы предоставить такую программу. Поэтому, да, это такая большая проблема цифрового неравенства в первую очередь. Если мы говорим о цифровизации образования, здесь получается такая ситуация интересная. Это то, что мы с коллегами обсуждали не только в Сколково, но и в Америке, европейские профессоры. Что получается? То есть те вузы, то есть если я говорю на английском языке, вот вы говорите на английском языке, то онлайн-образование становится нам доступным в том плане, что мы можем учиться где угодно. Мы можем взять курс в Гарварде или в любом другом американском, австралийском, сингапурском университете, и тогда меньше опираться на местные вузы. Поэтому в Сколково, например, мы сразу, как только, то есть адаптивность, это, наверное, одна из ценностей, которую мы и преподаем, и сами ее соблюдаем. Когда начался кризис, мы сразу построили, что называется, Glass Room. То есть это вот оттуда мы делали программу «Антихрупкость», она есть на Ютьюбе. По сути, это много экранов, мы выступаем и рассказываем о том, как бы проводим те или иные лекции на русском языке. Теперь смотрите, что получится. То есть если студенты могут учиться на русском языке, то вузы, которые здесь находятся в России, могут себе позволить такую программу, цифровизацию, онлайн-обучение, онлайн-программы, они будут забирать большинство аудиторий. Но мы, в свою очередь, говорим о другой аудитории, нашей аудитории очень много англоязычных студентов. Они приходят, и они уже будут учиться, например, не в Сколково, не в России, а будут учиться уже в университетах западных. То есть здесь будет такое вот, скажем так, расширение рынка для образовательных учреждений. Для Казахстана, безусловно, как я уже говорила, развитие цифровизации важны с точки зрения подготовки учителей. Потому что сейчас уже есть огромное количество ресурсов, тут даже нет необходимости развивать собственные ресурсы для этого. Есть те же самые Google Classroom, дети учатся и могут этим пользоваться. Есть те же уроки в Zoom, которые необходимо проходить. Не в WhatsApp, как отправляли, мне рассказывали, мои племянники, там и так далее, а именно в Zoom проводить классы. То есть есть огромное количество источников уже, ресурсов, которыми можно пользоваться. Просто необходимо, чтобы были подготовлены сами преподаватели, как вузов и управленцы вузов, и преподаватели вузов, но и школ в том числе. Меня слышно, да? Да, Галхар, большое спасибо за комментарии. Андрей Генеевич, здесь тоже очень, то, что вы говорите, это тоже довольно интересно, касательно политических реформ в условиях COVID. Ваш дальнейший, ваш анализ, сценарий развития политических реформ в Казахстане, экономических реформ в Казахстане, то есть это все же накладывается на друг друга. Это COVID-19, он ускоряет все эти процессы, или же это, наоборот, тормозит? Как вы думаете? Ну, вообще, у нас ситуация с политическими реформами была неоднозначна еще и до появления коронавируса. Все понимают, что еще транзит власти не закончен, глава государства еще не обладает, скажем так, всеми возможностями для реализации своих предвыборных обещаний. Какие-то меры приняты, правда, их неоднозначно встречают в обществе, например, принят новый закон о мирных собраниях, внесены также поправки в законодательство о политических партиях и выборах. Ну, это точные, конечно, поправки, которые, может быть, особо никак пока не отражаются на сфере партийного строительства, до выборов тоже еще, скажем так, не так, конечно, много времени, но все-таки еще срок определенный есть. Сейчас вообще непонятно, как будет политическая жизнь развиваться, потому что коронавирус, ограничительные меры, это серьезный вызов, в том числе и для политических партий. Ну, Ротан уже переносил свой праймерис с весны на осень, а сможут ли они провести вообще эту процедуру и осенью, тоже непонятно. Сейчас, если власть, допустим, принят решение ввести ограничения какие-то. Другие партии, понятно, что им тоже надо готовиться к предстоящей избирательной кампании, тем более, что надо будет бороться из-за места в Мажелисе и Маслехатах по новой системе, полная пропорциональная система и части. Есть ограничения для общения с избирателями, потому что представители наших партий привыкли ездить по регионам, проводить встречи. Ну, не все партии, я думаю, еще освоили достаточно онлайн. Самое главное, что не все население наше освоило онлайн настолько, чтобы принимать многие вещи. Поэтому сейчас актуально не столько дальнейшее реформирование, сколько, во-первых, все-таки решение актуальных вопросов о том, что вот Ирахим сказал, наладить качество системы госуправления, прежде всего. Второй момент – это все-таки понять, как Казахстан будет проводить выборы в 2021 году. Потому что есть мнение, что это будет вообще зимой следующего года. И это накладывает вообще наибольшие, скажем так, и риски, и ответственность. Да, если мы говорим про реформы, они идут, как сказал президент, выступая на первом заседании Национального совета общественного доверия, что все будет происходить эволюционно. Самым серьезным все-таки шагом, я считаю, как бы не критиковали этот момент, это принятие нового закона о мирных собраниях. Другое дело, что в полную силу он еще не заработал. Но я считаю, что это очень важно в условиях карантина все-таки массовые мероприятия предотвращать. Да, есть, скажем так, стремление к демократии, есть важность обеспечения госуправления. Но, мне кажется, если мы посмотрим опыт зарубежных стран, во всех чрезвычайных ситуациях, даже самые демократичные страны начинают закручивать гайки, что говорить про нашу страну, где еще, скажем так, дух демократии не настолько ощутим, как там, за рубежом. Поэтому здесь, конечно, очень важно и власти, прежде всего, проводить диалог. Не столько реформы, сколько диалог. У нас не хватает диалога. Когда, допустим, те митингующие 6 июня, которые пошли митинговать, они почувствовали на себе опять прессинг властей. Ну, самое главное, что здесь ответственность все-таки на власти. Почему? Потому что надо было предварительно все-таки проводить этот диалог. У нас много диалоговых площадок в лице тех же общественных советов, в лице маслехатов разных уровней. Пожалуйста, собирайте людей, пожалуйста, всех оппонентов. Сидите, говорите, обсуждайте, создавайте рабочие группы. Тем более, можно все это в онлайне проводить сейчас, действительно. Я думаю, у власти есть чему поучиться, потому что терпение народа тоже кончается, особенно в условиях пандемии, когда люди теряют доходы, теряют занятость. И завтра это реальный протестный электорат, с которым тоже надо говорить. Андрей Евгеньевич, большое спасибо. Я хотел тоже как бы дополнить то, что очень важные выборы парламентские будут проходить в Кыргызстане. И вот сейчас тоже очень такая активная фаза политических действий в Кыргызстане происходит. В Таджикистане и парламентские, и президентские выборы должны быть. То есть здесь очень такой, как бы, очень важный, по сути дела, момент политических реформ, который будет или избирательного, электорального процесса будет, который будет проходить в Центральной Азии. Архимис Кемович, вот этим вопросом, я думаю, заключить, завершить наше мероприятие. И здесь Габит Конусов задает вопрос касательно отношения региональных и центральных властей. Как они видят ситуацию с тем, что региональные власти порой понимают миры, карантинные миры по-разному от центральных властей? И как вообще взаимопонимание следует налаживать между регионами и большими городами? По поводу карантина или дальнейших реализаций государственных программ? Архимис Кемович, можно, пожалуйста, звук? Спасибо большое, Эскандер, за вопрос. Ну, конечно, налаживать взаимодействие можно не только с помощью меморандумов, наверное. Но в первую очередь, наверное, вот посмотрите, например, в Российской Федерации. Насколько я понимаю, федеральная власть передала вот эти все решения, которые связаны с карантином, с введением определенных мер, в основном на региональный уровень. И, безусловно, наверное, это правильно. Я слышал критику, что не хватило, конечно, какой-то там методологической, возможно, поддержки. У нас ситуация в некоторой степени похожа, и это тоже справедливо. И здесь, конечно, региональным властям можно пожелать только удачи, успеха, потому что каждый отдельный случай, каждый отдельный регион имеет, наверное, там свою картину. Тем более, принимая внимание, что система здравоохранения у нас децентрализована. Управление здравоохранения, они в большей степени имеют фондирование и отвечают функционально за то, насколько бесперебойно и качественно должны работать учреждения здравоохранения и так далее. Поэтому здесь им остается руководствоваться только здравым смыслом и реально мониторить ситуацию. В отношении, отдельно, наверное, никто не говорил по поводу статистики ковида, который у нас есть. Я предполагаю, что она достаточно сильно искажена, поскольку, опять-таки, у нас нет массового тестирования. То есть невозможно попасть в эту статистику, если у вас нет положительного теста. Чтобы иметь положительный тест, вам надо пройти это тестирование. Тестирование уже больше недели, оно недоступно, а до этого она, соответственно, была платная. То есть 16 тысяч тенге, сумма которой может позволить себе далеко не каждое домохозяйство для того, чтобы даже при наличии симптомов или наличии контактов с человеком, заболевшим коронавирусом, семья могла пойти и убедиться, что они опасны или безопасны. Поэтому статистика, мне кажется, достаточно в существенной степени может не отражать реальное количество заболевших. И это тоже сильно снижает способность людей на местах принимать решения в отношении тех или иных, в том числе карантинных мер. Долхар, пожалуйста. Да, хотела бы дополнить как раз по поводу региональных властей в России, как это сделано. Да, действительно, это так. И более того, интересен факт следующий. То есть, опять же, та же самая статистика. Насколько ведется статистика по регионам, по городам? То есть не только на федеральном уровне или на республиканском уровне, как мы наблюдаем в Казахстане, да? Насколько ведется по городам? Это первое. И второе, если мы говорим о том, что центральный аппарат передает решение или протокол действия карантина или выхода из карантина на региональный уровень, это действительно разумно, потому что это отвечает тому самому принципу, когда мы говорим снизу-вверх. То есть не сверху-вниз, потому что не владеет ситуацией очень часто, потому что можно даже не успеть. В связи с чем, опять же, если мы говорим о примерах, как здесь я вижу в России, губернаторы общаются со своими, естественно, со гражданами через соцсети. Очень активно общаются как с самого первого лица региона, так и, естественно, весь аппарат. И то, что, я считаю, недостает в странах Центральной Азии, в Казахстане. То есть опять мы, послушав коллег, сегодня убеждаюсь в очередной раз, вот те три пункта программы «Цифровой Казахстан», «Шестой», «Седьмой», «Восьмой», в частности, там, государство-население, государство-бизнес, отсутствие информации, отсутствие информации, и даже та информация, которая есть, не доходит, поскольку опять у нас цифровое неравенство. Поэтому я вижу вот следующее заключение, которое я делала, да, то есть информированность населения, безусловно, вот через работу региональных властей, доступ к интернет-ресурсам максимально, насколько это возможно, и опять же поддержка цифровой грамотности. Я говорю сейчас в целом про государственную управление, я не говорю исключительно про этот вирус, потому что это одна из ситуаций, которая требует решения, но в дальнейшем мы хотели бы, естественно, лучшего диалога, да, или лучшей информированности нашего населения о том, как быть в тех или иных ситуациях, или как воспользоваться теми или иными государственными программами. Большое спасибо. Коллеги, мы подошли к нашему концу нашей сессии, сегодняшней дискуссии, мы поговорили о очень многих темах, это начиная от вопроса цифровизации, сферы образования, политических реформ, экономических последствий COVID-19 и также социально-общественных направлений. Ваухар, Андрей Чеботарев, Архим Ушакваев, Алла, Желтубанин, вам большое спасибо. Также благодарим наших участников и наших партнеров представительства ИВПР в Центральной Азии за вашу поддержку и развитие этой дискуссии. Почему? Потому что мы живем все в одном регионе и очень сильно зависим от развития наших стран. Поэтому всем нашим коллегам из Центральной Азии я желаю только здоровья, берегите себя и надеемся, что мы будем дальше сотрудничать, взаимодействовать на разных площадках и находить общие решения. Большое спасибо еще раз. Али.